я ждал на у нас реакция на позже дичь битва ледяного команда ледяного горохострела против электрического горохострела погнали ну я примерно понимаю что что скорее всего выиграет электрический но я до конца болеть за ледяного чё блин я думал то что будет погнали короче в данном турнире такая расстановка выбеднее команде а у нас тем временем битва самом разгаре да Ну да, очень сильно Вот следующий аут Точно будет потеря Ну да До свидания На канале Паш Сейчас утащит Пока Серьезно Не, 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 не Не, 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 не смей его убивать Фух Лошары Ну да Куровод Мда Не, 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 не Не получится Эх Блин Снова Все Все Снова потеря всех баллов Короче Вот так у нас до сих пор То есть Получается Я-то думал То, что будет победа Изи победа этих Но Но у них Атака слабее Чем у этих Эх 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 Все Все Блин Вываль Пока Пока Да Когда Джек Джек Его просто сожжет Изи А будет ли Так же легко Второй команде Здесь Очень важную роль Играет сам Электрогорохострел Потому что Он достаёт Всех зомби в ряду И это полезно Против мага Шуту сегодня Вообще не везёт Обе сборки растений Его быстро А вот маг И здесь Попытался Провернуть Свой фокус С овечкой Более того Ему даже удалось В итоге Превратить Два растения В один Рис Но Блин Судьбу Судьбу Своего коллеги Эх Слово остался Только крестьянский Рыцарь Переобывальщик Которому тоже В конце концов Не поможет Даже король Угу Так Пока А Блин Тут вообще Никто Баб Очевидно Что если Это кто-то И будет То явно Не команда Ледяного Горохострела Потому что Дискозомби Здесь прорвутся Совершенно точно Но всё равно Мне интересно А по центру Будет прорыв Или нет Не По центру Вообще Не будет Ну да Самая сложная Команда Ну да По центру Розера А теперь Тестируем Вторую команду Здесь сразу Приходит В голову Мысль О том Что Лоза Это далеко Не светильник Джек Поэтому Не смотря на то Что с фланговыми Дискозомби Команда Имеет шанс Исправиться Не Рис Не может Атаковать Его Давай футболист Мочи Ну да Так ещё и По флангам Добролит Добролит Газонок Косилок И в итоге Команда Терпит поражение На всех фронтах Дискозомби Активировали косилку А роботы Добили своей цели На средней полосе Ни одна из четырёх Команд В битве С роботами Не выстояла Более того Только сборка Со светильником Джека Смогла отбиться Хотя бы по центру Ну в принципе Была бы Быстрая Всем нужна передышка О да Изи победа Обе команды Имеют противоядие Как против копателя Так и против дамы С зонтом Главное не дать Старикашке С черепом Выстрелить И раунд Будет пройден Но как мы видим У дедули Не было и шанса С одной стороны Его отобьем Эх да В общем Этот раунд Оказался очень простым Обе команды Забирают по 3 балла Ну А ты по 3 Болоте Так легко Точно не будет Всё таки Справиться с двумя Задирами Один из которых Ветеран Не так то просто А ведь это Ещё не главная опасность Теродактиль Постоянно забрасывает Мерцыков в тыл А мы уже видели Что с этим имеется Проблема у обеих команд И эти проблемы Снова повторяются Причём у нижней команды Ещё и спереди беда Лазарь не может Спалить ни одного Задиру Светильник Джек Исжарил первого Но на второго У него неизвестно Хватит ли сил А они и не понадобились Потому что О нет Всё Короче тут все растения Получают папаранты Эх А был шанс О смотрите Куда он залетел Пока Пока Не-не-не-не Давай Давай светильник Мочи Фух Повезло Пока Изи победа Бременские Ой Упал Снова Всё Три балла Всем А ты по-прежнему Три балла О Красавчик Пока Пока Такс Пока Пока И рыбака И серфера И окта В то время Когда Джек Был под осьминогом А горох В этого осьминога Стрелял Снизу же Всё очень обидно Дело в том Что грохострел Почти успел Умешать Хаааа Всё Всё Сравняли счёт Да Всё Два балла Вывались Вперёд Нет 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 Не сме Не сме Не сме Не сме Не Не Фух Выжил Ха Рим Ну тут Как по мне Будут Изи Ты очка Всем Мда Ага Угу Угу Все, отрыв. Нет. Эх. Ну, в принципе, отчет. А, до свидания. Все. Или хотя бы ничейный счет в этом раунде Электро не удалось. Да. Последний раунд. Ну, тут как вам... Ну, тут, наверное, такой же опасный, как раунд с роботами. Здесь зомби могут прорваться как по центру, так и по флангам. Если сейчас эта команда проиграет, то оставит шанс электрической команде вырвать победу на финишной прямой. И да, ледяная команда ничего не может противопоставить импам-близнецам, пушке и телепортации. Хотя по центру они справились с фокиром. И даже... Их, наверное, это мало порадует, если сейчас Электро обойдут их на один балл и оставят за борту. Нет, не смейте. Нет, не смейте. Я даже не знаю, что тут еще добавить. Битва только началась, и посмотрите, что происходит. Имп из пушки летит на самую нижнюю полосу. Так, сейчас... Это настоящий гвоздь... Все! Победа! Да! Да, к тому же по центру у них тоже все посыпалось. Но все равно это было шикарное сражение. Смотрим финальный счет. На два очка вырвались. Итак, вторым полуфиналистом становится команда ледяного горохострела. Таким образом, оба фаворита, по мнению большинства в голосованиях, вылетают уже в первом же бою. Причем важна команда горохомета. Там не было ни одного растения, способного атаковать по соседним полосам. Но у Электро было аж два таких растения. И они все равно вылетели. Причем в бою против команды, у которой тоже ноль растений способны атаковать по соседним полосам. И... Следующая команда. Это было, если не лучшее сражение за все время проведения... То одно из самых лучших. Три оно должно быть. А в следующем сражении у нас сойдутся команды ядовитого горохострела против команды тристрела. Ну, что-то мне кажется, что в этом раунде победит команда с тигровой травой. Очень крутое сражение. Женя, мне так понравилось. Я думал, что команда Ледяного ВЫ проиграет, но оказалось все наоборот. И так все. Лучшее сражение. Ледяного ВЫ проиграет. Ледяного ВЫ проиграет. Ледяного ВЫ проиграет.